В Удельницкой гимназии состоялось патриотическое мероприятие, посвященное битве под Москвой. Первым днём воинской славы России, открывшим счёт её победам в Великой Отечественной войне, является 5 декабря, день начала контрнаступления советских войск под Москвой. Это школьное патриотическое мероприятие было инициировано Советом ветеранов Раменского городского округа. Мы учим детей любить Родину, потому что любить Родину – это не наши обязанности, это наше право, а его ещё надо заработать, это право. И наши дети стараются. Они действительно, когда разговариваешь с ними, общаешься, у них хорошие глаза, светлые. Они делают это с удовольствием и с пониманием того, что они делают. А это дорогого стоит. Значит, мы живём не зря. О своём военном детстве ребятам рассказал ветеран Вооружённых сил России подполковник запаса Леонид Борисович Ломоносов. На встрече также присутствовали участник специальной военной операции Владимир Маркин и Евгений Долганов, основатель музыкального проекта «Русский стяг», который исполнил новую песню. Это не первое патриотическое мероприятие в Удельницкой гимназии, которое педагоги подготовили совместно с учениками. Дети уже не боятся публики и с удовольствием выступают, отвечая такие важные темы. Было очень много моментов, на которых, если посмотреть на ребят, у них в глазах даже были слёзы, потому что мы сегодняшнее мероприятие пытались сделать так, чтобы не только констатация фактов, но и жизнь людей была показана, жизнь наших людей во время битвы под Москвой. В конце встречи за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения педагогам гимназии были вручены грамоты, а ученикам гимназии благодарственные письма за активное участие в мероприятии. Я считаю, что это очень важно, проводить такие мероприятия. Память о прошлом, о войне – это очень важно в наше время. Я чувствую гордость, гордость за то, что есть ещё такие люди, которые способны защищать нашу Родину. Ветераны, наши представители военных сил. Екатерина Морозова, Александр Майеров, Раменское телевидение.